12 ноября 1993 года первый президент Нашултан Абишевич Назарбаев подписал указ о введении национальной валюты Республики Казахстан. Согласно этому указу 15 ноября того же года была введена национальная валюта Тенге. С тех пор этот день считается официальным днем национальной валюты. Сегодня Тенге является экономической основой независимости, символом суверенитета новейшей истории и будущего Казахстана. К 30-летию национальной валюты Республики Казахстан в универсальном читальном зале Кустанайской областной универсальной научной библиотеки имени Льва Николаевича Толстого оформлена книжная выставка «Олток валюта Казахстан Тульстыганен Бельгесе». На книжной выставке представлены книги, публикации из периодических изданий, посвященные становлению национальной валюты страны, развития денежных отношений и реформ о современном экономическом развитии Казахстана. Книжная выставка состоит из четырех разделов. Национальная валюта Казахстана Тенге появилась относительно недавно, однако исторический путь к этому этапу насчитывает несколько тысяч лет. Первый раздел «Ахша Тариха Халак Тариха» раскрывает историю развития денежных отношений в Казахстане, начиная с древних городов, стоявших на пути Великого Шелкового Пути. Великий Шелковый Путь сыграл большую роль в развитии экономики многих стран. Он служил проводником товаров, идей, культур и религий между Востоком и Западом. Город Атрар был одним из крупнейших торговых городов на Великом Шелковом Пути. Именно раскопки этого древнего торгового центра сохранили историю первых денег на территории древнего Казахстана. Бұл китапшада Азрет Султан Мемлекеттік Тарих и Мәдени Мұражай Корындағы тыындар коллекциясы туралы жазылған. Музей қорының нумизматика бөлімінің есемінде 12.091 жәдегер бар. Олардың 6.710-ы негізгі данасы 5.381 данасы көмекші қорға еңгізілген. Бөлім жәдегерлері үш топқа бөлінеді. Тыындар, қағаз ақшалар және медальдар. Тыындар топында 7.066 дана, қағаздар топында 5.012 дана, және медальдар топында 13 дана жәдегер бар. Вашему вниманию книга Барманкулова Марата «Тюркская вселенная», где в занимательной форме, на основе глубокого анализа, автор освещает интересные факты. В книге целый раздел «Тенге опыт веков» занимает информация о первых монетах и деньгах древнего Казахстана. Вы узнаете об истории кожаных денег Востока, монетах Абулхаира, появлении серебряных и бронзовых монет в кепчаке, об этимологии слов «тенге», «деньги» и многое другое. Книга предназначена для широкого круга читателей. Название «тенге» происходит от средневековых тюркских мелких серебряных монет «тенге» или «тенге», от которых также произошло название русской монеты «деньга» и само слово «деньги». Более мелкий номинант валюты получил название «тен». Во втором разделе «тенге» ильдахтан ерекще бельгесе представлены книги и публикации из периодических изданий, посвященные становлению «тенге», а также материалы по дизайну и создателям нашей валюты. Кытаптың атауы «тенгенің тарихы» авторы Угай Ольга. Бұл кытапта ұлттық валютаның күшкендай оқырмандарға арналған «Жыр жинақ» кітабы. Бұл балаларды Ақшанның сонымен ғатар тәуелсіздік Қазақстанның ұлттық валютырсы «тенгенің шығу тарихы» мен таныстыратын қызықты баян. Кітаптың қостанымдық қосымшасы бар. Бірі көне сауда керуенінің бағдары бойынша саяқаттауға мүмкіндік жасап, әйгілі жібек жолының Қазақстандық бөлігімен таныстыратын «Жібек жолы» Қазақстан үстел ойны, ал екіншісі әліппе көркемпостері. Третий раздел «Казақстан экономикасы» кеше Жанебыгын паказывают роль национальной валюты на бұти крынышным преобразованием и экономическим реформам современного Казахстана. Участник и свидетель реформ, проводившіңся в стране в 1990-е годы, доктор экономических наук Арстан Исентугелов написал книгу «Экономика независимого Казахстана. История рыночных реформ», в котором он описывает ситуации, связанные с обретением Казахстана независимости и ведением национальной валюты. Книга адресуется широкому кругу читателей, интересующихся экономической историей Казахстана. За 30 лет независимости банковская система Казахстана стала одной из важнейших структур в условиях рыночной экономики. За эти годы казахстанская банковская система пережила банковскую лихорадку 90-х, денежные реформы, кризис, девальвация валюты. Четвертый раздел «Кордиген кадр леоген» раскрывает историю становления и совершенствования банковской системы страны, денежных реформ. Вниманию читателя представлены книги и журналы о банковском деле и банковской системе Казахстана. К вашему вниманию предлагаем книгу «История сберегательного дела в Казахстане» авторы книги – финансист Марзадан Жолдасбеков и публицист Сергей Степанов. Книга основана на хронике событий в истории сберегательного дела СССР и Казахстана и состоит из дат, названий и аннотаций, постановлений и других документов, принятых правительством СССР и Казахстана. В хронике нашли свое отражение 103 документа. На поиски в архивах и обработку материала ушло более полугода. Книга издана на русском и казахском языках. Книжная выставка «Олток валюта Казахстан Тарульсиздагенен Бельгасе» будет работать в течение года и пополняться новыми материалами. Уважаемые читатели, приглашаем посетить нашу книжную выставку.